Всем хай! Здравствуйте, дорогие друзья! Что ж, этот час настал. Как вы уже поняли по обложке видео... Орликина. Наконец-то вышло. Чтобы вы понимали, я ждала Орликина аж с 2022 года, когда ее впервые показали в этом трейлере. И все. С того момента у меня случилась гиперфиксация. Я почти сразу сделала на нее образ, который дорабатывался и менялся все эти два года. Ох, ребятки, хочу неиронично заявить, что ее косплей не только мой самый любимый, но и мой самый дорогой. Поэтому сегодня я хочу показать вам мой финализированный образ этой потрясающей женщины. Сделать на нее макияж, собрать полный костюм, красиво ее отснять и рассказать вам о геншине, и выбить, конечно же, саму Орликина. Чего бы мне это не стоило. Первое, что нам нужно, это парик. Когда первый раз показали полностью концепт Орликина, у которой оказался внезапно хвост, что вообще, я помню, в тот момент очень сильно вызвало много вопросов у комьюнити, конечно же, мне пришлось сделать новый парик. И вот я сижу и бомблюсь в том году. У меня два парика. Один я заказывала еще давным-давно. Когда еще даже у Орликина не было хвоста, еще до того, как эта супертеория появилась в интернете. А потом я заказала второй парик, потому что первый был все-таки не совсем канонично уложен, потому что оказалось, что у Орликина здесь волосы идут назад и собираются в хвост. А он был просто на мотив моей стрижки сделан, только в формате парика. Вот такие вот истории. Все, шапку натянули. Тогда я первый раз померила свой новый парик, который был уже уложен вместе с хвостом, и мне вообще не понравилось. У Лис есть два парика, они оба с хвостами. Хватит ей писать, что она не канон. Один такой, и вот тут она еще не знает, что там, поэтому распаковочка чай как СМР. Распаковочка. Пахнет он какой-то вкусной штукой. Маленький дурашок. Кажется, не очень. Я надеюсь, какой-то перемятый, ну прям совсем. Как он еще в таком состоянии мог прийти? Почему он еще белый? Поэтому пришлось перебрать кучу укладок, вариантов париков, их цветов, чтобы это хорошо подходило и к моему лицу, и чтобы под канон подходило максимально. И плюс, чтобы он не выглядел слишком мультяшно, потому что я люблю парики, которые выглядят более натурально. После парика нам нужен костюм. У Орликина очень сложный и детализированный костюм, который состоит из множества элементов. Конкретно мой костюм шился целых два месяца, плюс создавался под него отдельно крафт под меня. И я кучу раз надевала этот костюм, и, несмотря на это, надеть его без помощи я все еще не могу. Это просто нереально. Я пришила вот сюда, потому что я посмотрела по картинкам, и должно оно быть вот так. Завтра мы берем кусочек салфеточки, кладем его вот так вот, шпокаем сверху, и оно будет держаться. И вот так вот я это обчикаю на тебе уже. Проблема с твоей костюмом, знаете, вот такая неочередная сон, что лучше ничего не есть и не пить, потому что в столкан ходить, ну, очень неудобно. Кстати говоря, это не первый мой костюм на Орли Кин, и еще до того, как проанонсили официальный сьют, я сшила плащ. Вообще, я его уже показывала вам в видео, где ходила на официальное мероприятие от Genshin Impact. Если не смотрели, то ссылочку оставлю в описании, обязательно гляньте. Да, на самом деле, официальное мероприятие Genshin регулярно проходит в Москве, поэтому лучше бы вам следить за обновлениями, ибо они невероятно крутые и вайвовые. Это был мой первый костюм, который я просто придумывала, ибо никто не знал, как выглядит официальный скин потом на Орли Кина. Ну, а мой второй костюм уже не выдуманный. Я вам хоть и выкладывала фотки и видео, но я никогда не показывала вам костюм вблизи, а стоила, потому что он мега детальный и стоил в районе 250 тысяч. И это не шутка. Но это позднее. То, что я вам сейчас показывала отрывки из видео, это было тогда, когда я делала примерку и только лишь придумывала макияж, позинка, все такое. Я делала Орли Кина много раз, чтобы достичь идеала. Я даже вела прямой эфир в этом образе, и миллион раз была на разных фестивалях и съемках. И каждый раз я меняла макияж, чтобы найти идеал. И я его достигла. Что ж, покажу вам макияж, который я придумала. А пока я буду наносить макияж, я хочу рассказать вам немного про Геншин для тех, кто никогда не слышал о нем, как это вообще произошло, или до сих пор не скачал. Геншин Импакт – это невероятно популярная приключенческая игра с более 60 миллионов игроков по всему миру. Геншин есть как на ПК, так на мобильную версию, так же и на консоль. В открытом мире Геншина можно делать все, что угодно. Проходить сюжетку и квесты, исследовать новые локации, открывать сундуки, наслаждаться атмосферной музыкой, прокачивать персонажей или выбивать новых в гачи. Ах да, в конце мы обязательно покрутим баннера Ралекина. Отдельный пункт, за что мне всегда нравился Геншин, это детализация самого мира и персонажей. Тайвад – это место, где происходят события, просто огромен и насчитывает уже 7 открытых регионов, и каждый со своей уникальной архитектурой, одеждой и обычаями. Кстати, кто играет в Геншин? Ваш любимый регион? Какой он? По миру можно не просто гулять и ходить, а лазить, плавать и летать. Ну и, конечно же, использовать силу 7 стихийных элементов героев, чтобы побеждать врагов и решать головоломки. Сейчас покажу вам лайфхак, как сделать очень крутую тему со стрелками. Берете маленькую кисть такого характера и берете любую стойку красную, бордовую, именно в какой-то кровавый оттенок помады. И, говорите, красный цвет слизистого, надеваете его туда. Если рисуете такой же уголок, который рисую я, туда тоже можно добавить красный. Вуаля, красота! Единственный момент, если вы вдруг зачем-то решите повторить то, что я вам только что показала, ну, как зачем, потому что сказала, что это прикольно, имейте в виду, что у вас может бахнуть аллергия, поэтому лучше сначала проверить, чем идти вот с такой вот техникой куда-то сразу на улицу. Вот, а еще помните, такой микромаленький нюанс, абсолютно на любую косметику может возникнуть аллергия. И Суперлюкс, и какие-то бюджетные бренды, и какая-нибудь непонятная штука с Вайлдерс, но с последним, конечно, вероятность того, что случится дичь больше. Но тупо по той причине, потому что там не каждая продукция вообще официальная и имеет сертификаты. Итак, мой макияж готов. Сейчас я буду собираться ехать на съемку, где будут меня уже ждать. Нормально. И еще надо ботинок помочь надеть, вот эту. Я реально не могу, вот это максимальное количество наебанинок. Так, Давид, поставь... Давай! Поставь все палец вместо ложки. Отлично, вот, все. В общем, обзор на мой аутфит. Ботиночки, сумочка, каноны. Вот там какая-то головная. Стихия ваш какая-то. У меня глаз порчи. Пиро. Ясно? Это будет что-то невероятно красивое, поэтому я вам уже покажусь в полном образе. Как вам Снежная? Снежная, как всегда, великолепно и потрясающе. Ну что, ребята, вот такой финальный образ Ореликина у меня получился. Когда меня спрашивают, какие образы для косплея мне нравятся больше всего, то я всегда отвечаю, что Геншин за их любовь к деталям. Кстати говоря, вы знали, что в официальном сообществе Геншин объявили о масштабном, долгосрочном анимационном проекте со студии мирового класса Off Table? Геншин является самой популярной игрой в Твиттере с 21-й год. Ну и с самой обсуждаемой игрой на Реддите. Так что всем ждать экранизацию. Перед тем, как мы покрутим Саму Ореликина, я бы хотела рассказать вам об обновлении 4.6, которое ждет вас совсем скоро. Итак, в этом обновлении путешественников ждет долгожданная сюжетка, посвященная Дому Очага. Дом Очага — это разведка Фатуи под руководством слуги, собственно, Саму Ореликина. Уже давно играющие игроки знают, что это приют для детей, которые обретают дом в замен на обязанности перед организацией. Нас ждет открытие новой области Фонтейна, деревни Петрикор. И кажется, что это максимально привычная игрокам Геншина локация, но именно здесь покоятся останки царства Ремурия. Там мы встретим говорящего кота, который поможет раскрыть историю цивилизации, исчезнувшей тысячи лет назад. И приключение обещает быть очень захватывающим. Для тех, кто еще не в курсе Ореликина, рассказываю. Это новый пятизвездочный перед персонаж, также босс под кодовым именем слуга. Она четвертая из 11 предвестников Фатуи и директор дома очага. Члены семьи обращаются к ней отец, а сама их называет она своими детьми. Но почему дети и почему отец, вы можете узнать, пройдя задание легенд, которое называется «Очищающий огонь». С ней в этом новом обновлении. И поверьте, история Ореликина не оставит никого равнодушным. Ссылочку на геншин импакт я оставляю вам в описании. А еще не забывайте про вот это. Я уверена, что многие из вас копили примагемы для круток. Но чтобы еще сильнее повысить ваши шансы, дарю вам промокод на экране. Он дает 60 камней истока и 5 опыта искателей приключений. Кстати, вместе с обновлением в баннерах появится не только Ореликина, но и пройдут рераны, Лини, Байджу и Странника. В моем отряде уже давно есть все. А как дела обстоят у вас? Ну что ж, этот момент настал. Давайте крутить Ореликина. Давай! Нет, я считаю, что это издевательство, что выполни с первого раза, если честно. Поехали еще раз. Поехали еще раз. Ну а на! Так, давайте покрутим. Красивый пипец, конечно, вообще невероятно. Та самая анимация, которую уже все обсудили, кому только Нили невероятно крутые люди. Боже, это так красиво, это просто нереально. Это вот, я не знаю, безумно красиво. Я в восторге. Всем скорее крутить. Не пропустите. Надо всем выбить Ореликина. Вот что я считаю. А еще обязательно смотрите фотографии с фотосета в моем телеграм-канале. Ссылочку я оставила вам в описании. Качайте, играйте и делитесь вашим мнением о новом обновлении в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok